Трудно поймать стремительного ядовитого аспида. В Афонской лавре уже тысячу лет хранится сделанная из золота голова этого ящера и в пасть вставлен окаменевшей длиной в несколько сантиметров язык. Иногда его бросают в жбан с водой, вода начинает бурлить, потом эту воду выставляют для паломников во двор лавры, и каждый может набрать ее себе. Говорят, что она исцеляет, помогает от укусов смертельно давитых змей и от болезней. Немного посмеиваясь, набрали по бутылочке мы. Каково же было наше удивление, когда уже в Москве оказалось, вода действительно прекращает даже некоторые хронические воспалительные процессы. Так оказалось, что грань между преданием и реальностью оказалась очень зыбкой. Да точнее, ее не казалось вообще. А помните, как в Псалтыре на Аспида и Василиска наступиши святой Афанасий Афонский писал, что псалмопевец Давид имел в виду под этими страшными существами крайне человеческое лукавство и то, что охраняемому Богом человеку не страшны никакие враги, видимые и невидимые. Вот о духовном смысле этой удивительной афонской святыни по неволе задумываешься, когда вновь оказываешься на святой горе. Гора Афон Наверное, именно такой и увидела ее Пресвятая Богородица. Только тогда бушевала буря. Огромные волны прибили корабль, шедший на Кипр, к этим скалистым берегам. Афон стал первым уделом Матери Божией. Уже в первые века христианства здесь были основаны обители. Позднее Афон принял бежавших от сарасын монахов из Египта, Сирии, окраин Византийской империи. Находящуюся по домофорам Пресвятой Богородицы монашескую республику не сокрушили набеги пиратов, латинян, османов. Пережил Афон и духовное нестроение. В 1280 году монахи одного из монастырей отслужили с посланцами Рима латинскую мессу. И тут же на глазах византийского императора Михаила Палеолога дрогнули камни обители. Монастырь разрушился до основания. Это был прообраз грядущего падения, изменившей православию Византии. Афон остался и сохранил древнее византийское благочестие. Таковым ему суждено прибыть до конца времен. По греческому афонскому времени сейчас без четверти четыре вечера. Однако и Пантелеймонов монастырь, и все монастыри Афоны живут по времени византийскому. Разница четыре с половиной часа. На этих часах вы видите сейчас восемь часов пятнадцать минут. Полночь наступает на Афоне, когда солнце заходит за горизонт. Через несколько часов всех разбудит деревянный стук колотушки. Афон бодрствует ночью. Он молится за благостояние всего мира. Молится, когда сам мир спит или развлекается. Благочестивое приветствие на Афоне звучит Эволагите. Благословите. Отвечают Окириес. Господь благословит. Поздоровавшись, мы входим в монастырские ворота. Канун Пасхи. В трапезной загоди готовится стол. А через несколько часов наступит особый момент праздничного афонского богослужения. Паникодил висит низко. Его нижняя часть в некоторых храмах заканчивается отлитой из серебра благословляющей десницей. Во время полиэлея, экклезиарх, выйдя в центр храма и взявшись за протянутую сверху руку, начинает медленно раскручивать пылающую громаду. Другой, шестом, запускает хорос. Этот окружающий паникодила огромной, изысканной работой обруч, также несет свечи. Вращаться начинают крупные лампады, как будто, по слову Творца, в черном мраке космоса загораются и приходят в движение светила. Торжественное пламя, как и сама Вселенная, идет по кругу, и ангелы славят Создателя. Ступает хор. Низко, унисонно, гудяще. Кажется, что поет движущееся по своим орбитам торжественное пламя. На фоне иссона, базового, гудящего звука, возникает пропеваемое на разные лады одно единственное слово «Теререн». Такова неизъяснимая песнь святой древности. Это отзвук ангельских хоров, это то, что боговдохновенные молитвенники смогли вместить в себя во время озарения. В этом пении нет ясного для человеческого разума смысла. А вера далеко не всегда питается словами. Радость, чудо, на земле мы или на небе. Не подобное ли торжество особенно поразило послов князя Владимира под сводами святой Софии, невемой, на небе ли ясмы или на земле? Может быть, только сейчас, из многовековой дали, проступают для нас контуры великого чуда русского воцерковления. И мы видим, давно, очень давно Русь велась промыслом Божиим по особому пути. И встреча с рамейским царством не на бранном поле, а в храме, была важнейшим шагом на этой дороге. Они встретились, и Русь благоговейно произнесла «Благословите». Византия с облегчением ответила «О, Кириас!» В храме, кажется, проходит час. Вращение паникодилов, хорос и лампад постепенно затихает. И вот, под едва заметное покачивание светильников, хор негромко выдыхает последний звук таинственного Тириарема. Все? Конец света? Несколько секунд длится тишина? А может быть, минут? Времени больше нет. Никто не шелохнется. Кстати, на фоне наши соотечественники появились еще до крещения киевлян. Возможно, впервые это произошло во времена императора Михаила III, около 842 года, когда приходила Русь на Царьград, и многие русы крестились. А уже в 1016 году под актом монастыря Ксилургу стоит подпись монаха Герасима, пресвитера и игумена обители русской. Позднее, в 1169 году, возросшие братья Русичи получат свое распоряжение эту обитель. Она называется Старый Русик. Именно отсюда пошло русское монашество. Это так, тем более, что основатель Киево-Печерской лавры, преподобный Антоний, подвязался недалеко отсюда, в монастыре Есфигмен. Монастырь Есфигмен, он связан для нас с именем святого Григория Поломы, который здесь был игуменом, и, конечно же, с именем святого Антония Киево-Печерского, чья пещера совсем рядом. Сейчас же этот монастырь Зелотский, единственный монастырь, который не поминает на фоне Вселенского Патриарха Варфоломея. Над ним развивается черное знамя, и над воротами надпись «Православие или смерть». Современные зелоты – это результат раскола, который возник в 60-е годы прошлого века. Он был вызван тем, что Вселенская Патриархия объявила о переходе на новый календарный стиль. Старостильники и стали называться зелотами, то есть ревнителями. В монастыре из Фигмен можно купить брошюры, в которых рассказывается о заговоре мирового глобализма, о масонстве Вселенского Патриарха Варфоломея. Кстати, под его давлением полиция уже неоднократно пыталась штурмовать непокорную обитель, которая однажды даже посмеяла не пустить его на порог. Один раз перед самым началом штурма был явлен небесный глаз, грозный глаз Пресвятой Девы, которая прогнала нападающих. В другой раз мы попали в эту обитель буквально на второй день после того, как вокруг нее были сняты посты спецназа. Что же произошло? Вскоре мы узнали, что известный в Греции юрист, в прошлом губернатор Афона, выступил в парламенте Греции с запросом, кто дал приказ штурмовать афонскую обитель. Оказалось, что замминистра обороны выполнил личную просьбу Вселенского Патриарха Варфоломея. Тут же был задан вопрос, с какой стати гражданин Турции руководит нашими вооруженными силами. Возник скандал, и осада была снята. Справедливости ради надо сказать, что зелотское движение, как говорят весь фельмени, которое насчитывает до двух миллионов сторонников самой Греции, сейчас раскололось на несколько противоборствующих группировок. Каждый из них считает именно себя истинной православной церковью и не поддерживает литургическое общение больше ни с кем, в том числе и с русской православной церковью. Однако вернемся к келье преподобного Антония. Оттуда чудные блабухания доносятся. В часе ходьбы от Старого Русика Пантелеимонов монастырь. Сюда постепенно и перешли русские монахи. В начале нашего века здесь подвязалось около трех тысяч чернецов, не считая паломников и трудников. В те годы рассвета нашего монастыря служилось до сорока литургий в день. Здесь, в бывших мастерских, мы видели целые склады кожаных ремней от грыжи. Столь тяжел всегда был иноческий труд. Мы, москвичи, оказавшиеся на Святой горе с помощью объединения «Русский паломник», постоянно встречали в своих путешествиях по Афону бесчисленные запустевшие постройки, выложенные камнями террасы. Вся Святая гора вымощена камнем монашеских трудов. И это лишь зримый образ молитв. Камни остались на земле, молитвы вознеслись к небу. И во время войны немецкие офицеры, ну, лодка приклыла с немецкими офицерами, там все, в монастырь оружие не заносили. Ну, посмотреть там все, и вот, а наши были парусники, и гири лежали для баланса. По 32 килограмма, по 16, ну, 32 в основном. И вот один немецкий офицер подошел, значит, и гирю раз схватил и хотел поднять. Ну, там, 32 килограмма, сразу рывком не возьмешь ее. А старцы на балконе сидели, один засмеялся, говорит, «Эх, слабаки, еще хотят Москву взять». И засмеялся, а тот офицер увидел, что он гирю-то не поднял и смеется. Ну, тот позвал одного монаха, который знал по-немецки, и говорит, «Скажи этому старцу, пусть спустится вниз». «Если не спустится, я его застрелю». Ну, тот спускается, что ему, господин офицер, надо. Он говорит, «Ты смеешься, что я гирю не поднял, а если ты не поднимешь гирю, я, говорит, тебя застрелю». И говорит, «В честь офицера нашего, немецкого там». Ну, он говорит, «Пожалуйста». Берет две гири, а выйти на хордах так поднимает и опускает. Тот, как увидал, говорит, «Гуд русикой, гуд, гуд русский, гуд русский». Ну, вот, что, говорит. И отпустил его. Ну, говорит, «Эх, слабаки, это еще хотят Москву взять, гирю не может». Вот такие были. А были уже пенсионеры, он уже был, как бы, на пенсию, уже старший человек был, а был кузнецом, а силы, какая была могучая, такая вот. Поэтому старцы были. Так что были сильные духом и телом были старцы. Действительно. Кузица еще стали. Да, кузица еще, станки, наковальны, все остальное. Это были там, если стыдно. Да. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пантелеймонов монастырь хранит мощи великих святых. Они напоминают о связи нашего мира с миром горным. Глава Евангелиста Луки, частицы мощей Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, старца Силуана, многих других угодников Божьих. Стопа апостола Андрея, первокрестителя Руси. Афон – первый удел Пресвятой Богородицы. Россия – последний. Их мистическая связь не прерывалась веками. 21 августа 1903 года на этом месте у великих ворот Пантелеймонова монастыря монахи раздавали милостыни. Инок Гавриил сделал снимок и в великом изумлении увидел, как на серебряной пластине проявился образ Богоматери, смиренно принимавшей благословенный кусок хлеба. Это знамение было своевременным, ибо начальство в протате, зараженное русофобией, запретило тогда русскому монастырю помогать бедным монахам и паломникам, и сфотографированная раздача должна была быть последней. Но Матерь Божия судила иначе. В своем завещании, кстати, духовник нашего монастыря старец Иероним напоминал, что обитель заложила свое материальное благополучие именно тогда, когда отдавала нищим последнее. Старец писал, не мы кормим нищих, а они кормят нас. А Матерь Божия ходит по этой земле, ходит по своему уделу, и свидетельством об этом нет числа. В такой случае, значит, в нашем монахе, было много русских монахов, и вот они ходили на праздники, были понигрили, потому что у многих кели были русские. И гуман отпускал, что братья немножко утешивались, пошли там на праздник, встретились, поговорили, помолились там, причастились. И обратно шли, и темно было, и заблудились. И снег как раз зимой это дело пошел, и они как-то в кучу сбились, и упали, и уснули. И одному старцу видение такое сонное, является Матерь Божия в виде женщины благолепной, говорит, пойди разбуди моих свинюшек и загони в хлев. Думаю, что такое, какие свинюшки, какой хлев. Опять спать. Второй раз ему тоже сон. Он говорит, пойди разбуди, указывает, какое место, где они лежат, и загони в хлев. Думаю, то искушение какое. Опять пернулся, опять спать. Третий раз является ему, говорит, если не загонишь, накажу. Он взял фонарь, пошел искать то место. Смотрит, зайдет, смотрит, огромный сугроб такой. А там человек 5-6 их куча сбилось, так они упали. Снегом их занесло так. И он только смотрит, сапог торчит. Откнул, она смотрит, сапог. Разгреб их, давали вставать, они встали. И он их повел. Монастырь наш приводит, постучал, полторы открыли, говорит, забери своих монахов. Они за дороги сбились, вот чуть не замерзли. А то, говорит, мне бы спать не дала Матерь Божия. Сказали, забери, говорит, здесь мы их свинюшек и загони в хлев. Вот привел, как свинюшки на Маига. Таким образом Матерь Божия заботилась. Я монаха. О том, насколько Афон неожиданный, вы можете судить по следующей, казалось бы, печальной истории, начало которой мы зафиксировали еще в конце 90-х годов. Эти кадры были сняты, когда рядом с Пантелеймоновым храмом еще зеленела эта древняя олива. Она произросла от семени того древа, под которой усечена была глава святого Пантелеймона. В нынешнем году олива засохла. Этот факт соотносят и с судьбой маврийского дуба в Палестине, под которым Аврааму являлась святая Троица. Вы видите его последние зеленые ветви. Съемка производилась несколько лет назад. Ныне погиб и этот дуб. А кусочек той самой оливы, подаренной мне в Пантелеймоновом монастыре, я привез в Москву. Пусть напоминает нам о грозных предзнаменованиях. Когда мы были на Афоне уже в 2003 году, святая гора вновь явила свою неожиданность. Монах Лазарь обратил наше внимание на зелененький росток, который выбился из корня той самой оливы, которая казалась уже мертвой. Слава Богу, есть надежда и на исцеление России. Афонская лавра Вот зримый плод духовного подвига святого Афанасия. Возведение лавры он начал с постройки кельи на капище бесовском. В метрах в двухстах от лаврских стен, чуть выше в гору, из зеленой травы, из кустарников, выступают многочисленные глыбы светло-серого мрамора. Вот на одной плите изображены какие-то хитрые геометрические фигуры. Баран – один из символов Аполлона. Далее мы приближаемся к Куругу. Он поделен линиями на клетки. Похоже на фигуру для бросания жребия. Что это было за жребий? К этому страшному жребию мы еще вернемся. Это древние солнечные часы. Здесь в центре даже остались отверстия. А здесь, как раз на вершине этой небольшой скалы, осталось отверстие в камне. Здесь стоял какой-то идол. Это очень архаическое изображение богини Диметра. Страшный взгляд. А в левой руке, вот здесь, она держит какую-то ветвь. Келья святого Афанасия рядом с изображением Диметры. А здесь, наверное, самое страшное место. Ступенька. Думаю, что человека здесь ставили на колени. И в камне прорублен контур человеческого тела. Он лежал ничком. Здесь шея, здесь плечи. И стоп для крови. Вот на этом ужасном языческом капище. И построил свою келью святой Афанасий. А потом здесь возникла лавра. Итак, человеческая жертва ради плодородия. Вот кульминация античного язычества, романтизированного еще во времена Возрождения. Впоследствии эти таинства станут одним из прототипов многих подозрительных, в том числе масонских ритуалов. Они основаны часто на схождении человека в царство мертвых. Не случайно неофит символически попаляется адским пламенем. Здесь же растет и кипарис, которому более тысячи лет. Ветви его не подняты, как обычно, кверху, а не опущены. По преданию, когда святой Афанасий пришел на капище, на каждой ветви сидела по бесу. Итак, святой Афанасий начал возведение обители. Но вот искушение, все построенное братьей за день, по ночам разрушалось демонами. Тогда святому явилась сама Матерь Божия и сказала, в течение дня монахи должны выстроить храм, чтобы до ночи отслужить в нем литургию. Так и сделали. Нападения бесов после этого прекратились. А в монастыре до сих пор стоят колонны, взятые с капищ. Побежденные святым Афанасием бесы, владевшие древней Аполлониадой, нападали еще на эту твердыню православия многократно, в облике пиратов и агарян, соблазнявших унии и латинин, масонствующих архитекторов, спонсоров из ЕС. Но пока остаются здесь духовные наследники Афанасия Афонского, они будут посрамляемы и впредь. Одно я могу сказать точно, это то, что на святой горе Афон есть святые, есть. И святая гора благодаря этим святым стоит. Одним из них был старец Паисий, на могиле которого под Солониками нам довелось побывать. Старца Паисия помнят некоторые монахи нашего монастыря, в том числе встречался с ним и наш собеседник, отец Виталий. Я как-то ходил даже к нему, и первый год были такие искушения, я пошел с одним братом, который знал хорошо по-гречески, но я только приехал, еще не знал. Ну и просил старца, старца, как благослови, я вот чувствую, что мне в монастыре тяжело, может где-то мне на келью, туда-ся, уже была примета однокелия хорошая, надо было там жить уже договорились. Но он не благослови его, он сказал, ты подожди, ты еще монастыря будешь нужен. Дал мне палочку, посох свой, говорит, потерпи, это искушение, ты монастыря будешь нужен. Ну и правильно, потом после этого меня сразу нагрузили, сделали собором старцем, духовником, казначеем, экономом, в общем. Послушание потом, что старцы эти умирали уже, а нас было никого почти не осталось. Надо было нести какую-то работу, вести все это, послушание нести всем. Старец был по себе очень прост такой, в обращении. И чувствовал, что он как-то чувствует, видит человека, вот, да. Очень много интересных рассказов остались, воспоминания о нем, его духовных чат. Что вот, недавно я услышал такой рассказ, значит, что один рассказывал, что к старцу пришли несколько ученых там уже, и один простой там пришел. Ну, что-то разговорились, этот ученый говорит, старец, ну, что ты, как ты, вот, такой века, ты веришь в Бога, неужели Бог есть на самом деле? Он говорит, ну, ты же ученый должен знать, что Бог-то есть. Ну, как вот это поверь? Ну, говорит, да вот, я тебе скажу, вот, даже тварь знает, что Бог есть. И там что-то сказала, вышла, это, это не черепаха, а как она, ящерица выпазла. Он говорит, вот, ящерица и то понимает, что Бог есть. Вот сейчас вот скажи, я скажу, вот она посмотрит, как она будет реагировать. Говорит, ящерица, Бог есть, она головой кинула так несколько раз. Он говорит, видишь, и то понимает, что Бог есть, и ушла. Таким отферсом. А ты, говорит, имеешь голову в мозге и не знаешь, что Бог-то есть. Говорит, да. Отец Паисий дает нам пример старческого отношения к тем искушениям, которые приносят с собой те бизнесмены, политики, которые стараются казаться православными и использовать посещение старца как фактор своего имиджа. Когда один такой политик явился к афонскому старцу, он сказал, я в церковь не хожу, но Богу почитаю, я правый политик за национальные интересы. Отец Паисий ответил коротко. Если ты не кладешь на себя крест, то чем твоя левая рука отличается от правой? Он как-то рассказывал, он говорит, был какой-то праздник, в посту, в Благовещении был, да. А он так уже постник был и еще больной был весь. И вышел, говорит, господи, хоть бы рыбки мне послал бы ты, немножко подкрепиться на Благовещение, на праздник, разрешается по уставу. И вдруг над ним чайка несет рыбу огромную, и вдруг раз к нему ногам бросает. Он взял, она еще три пить тяжелая. Говорит, слава тебе, Господь. Как-то по дому только. Господь сразу ему послал. Пошел, сварил, лету, держался. Вот так старец молился, чувствовал, что такое. Ну, он был так и с юмором, он видел человека как. Вот одного парня он так пришел и спрашивал, старца Паисия можно видеть? А тот и говорит, а зачем тебе нужно-то, старец Паисия? Он говорит, ну, хочу с ним побеседовать. Да он пошел, говорит, на колею сигаретку пить. Он говорит, ну, пускай, я подожду, пока он купит, принесет, я с ним и с сеном поговорю. Один пришел, половник за счет. А у него-то это был один парень, который решил бросить курицу. Ну, и он говорит, ну, хорошо, бросать. И он говорит, оставь свои сигареты здесь. Ну, он оставил Анастасии здесь сигареты. И тот ушел, тот и забыл за них, что они лежат. Другой заходит, раз, пока он смотрит сигареты, говорит, ну, что так стали скуривать. Он говорит, ты что-то осуждаешь, тебе курицу. Час только приходил один, говорит, обед дал, что он не будет курить, а осталось тут сигареты. А ты соблазнился, говорит, сразу, что я курю в церкви, согрелся. В общем, такое интересное старик. Ну, лучше, конечно, воспоминания его почитать. Книги сейчас очень много перевели на русском языке. Вот такой старик был, простой. И прямо, говорю, наши владыки к нему ездили. И он все отвечал на их вопросы все-таки. Разрешали. Вот наш владыка, она, он тоже разрешил себе свои вопросы и был очень доволен его ответами. И это, ну, действительно, он очень помог. Просто, да, хочешь, все разъяснил, как, чего и все. Он очень любил русских, то, что у него был старец, русский старец был, старец Тихон, который такой высокая жизни был, как старец, вот, 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 Вася сам рассказал, что когда он молился, он поднимался от земли на полметра, на хирургинскую. Он ему говорит, старцу, вот поюсь, он был, послушка у него, ты выходи там в притвор и пой там, когда пропоешь, потом будешь заходить. И в один раз он так пел и все-таки зашел в это время. Видел, что старец стоит возле престола, и на полметра от земли молится на воздухе. И он зашел, он упустился. Такой его старец. Как-то я сподобался походить по святому Ариафон. Мы ходили на вершину и ходили на обокрестностях. В вершине были в лагре. Мы, когда шли, старались войти по возможности во все кельи, во все скиты, которые нам встречались на пути. И за эти несколько дней, которые им ходили, я очень глубоко сознал, понял, почувствовал всем своим существом, где я нахожусь. Как наши отцы говорят, что они объездили весь свет, и они утверждают, что ничего лучше, чем на Афоне ничего нет. Я это почувствовал, что здесь существуют святые. пусть вот моя душа их почувствовал, этих святых. И, конечно, это все гораздо выше это соприкосновение, чем те наши представления такие внешние, которые мы имеем. иногда приходится услышать о каких-то таких разногласиях на основе на той славе, что вот разные там культуры существуют, византийская, славянская и прочее, и прочее. Но существует еще нечто гораздо выше этого, до чего мы еще не достигли, но нескорбим о том, мы хотим это достичь. Это живое соприкосновение с этим святым. Мы почувствовали эту святость, потому что святость ее может только почувствовать. Мы почувствовали эти души святые. Мы своими душами соприкоснулись с их святыми душами, в этом общении, которое мы имели, такое краткое общение. И нам было очень отрадно встретить такие чистые души. Мы встретились с хорошо незнакомыми людьми, у которых мы получили это назидание чисто духовное, которое невозможно, я уже сказал, как-то воспроизвести при помощи человеческих слов и понятия. Но это очень-очень великая милость Божия, что действительно есть это все есть здесь, именно здесь, на этой святой береге. Это есть. Это очень отравно. И уже это одно чувство дает, конечно, большую такую подпитку, подзарядку. Мы осознаем, где мы находимся, где мы живем, среди каких людей, среди святых, чистых душ мы находимся. Под покровом пристают бороться, конечно. Вот. И слава Богу, что так вот оно все еще не исчезло, не пропало. Все-таки это существует реально. этой радостью я хотел бы поделиться. Я думаю, что меня поймут те, кто захочет. Меж тем, из тенисты чаще мы то и дело выныриваем на яркие поляны. Здесь сразу обдает сладким запахом. Может быть, это не просто, аромат цветов. Может быть, это благовонные молитвы, возносимые здесь кем-то невидимым. Афон полон преданий о незримых старцах. Говорят их 40 или 50, и подвязаются они как раз на склонах Святой горы. Однажды послушник одного старца, который жил здесь, в этом ущелье, шел на послушание. И увидел процессию. старцы, 11 старцев несут своего брата. И он понял, кто это. Но, имея строгое послушание своему старцу, спустился вниз спросить, можно ли я побыть с ними? да, 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 да. Ага. Он спускается, говорит это, старец был просто ошеломлен, говорит, как же так, ты не пошел с ними, иди скорее. И он побежал. Один афонский монах рассказал мне такую, в общем-то, простую историю. Однажды его благословили проводить на гору двух паломников. Это были только что высокоившиеся люди, видимо, какие-то бизнесмены, поднимались в гору медленнее обычного, и поэтому, хотя планировали переночевать в Панагии, в Часовне, наверху, не дошли до нее. Сумерки застали их в лесу, у креста, и тут еще вот какая беда, сели батарейки в фонарики. Кто был на Афоне, знает, темной афонской ночью сбиться с тропинки очень легко, и поэтому тут очень кстати были бы такие фонарики-жучки, которые работают не от батареек. Привыкшие к комфорту паломники приуныли, и вдруг откуда-то сверху по тропинке быстро спустился седобородый старый монах, и первым делом протянул им эти жучки, эти батарейки со словами «Они мне больше уже не нужны», и быстро побежал вниз. Все остолбенели, он говорил по-русски, хотя он не был афонским насильником, здесь все друг друга знают. Рациональное сознание подсказывает, что это, может быть, был просто паломник. Но почему-то именно эта встреча произвела на тех двух паломников такое удивительное впечатление, что после этого они ходили по фону уже с какими-то удивительно открытыми глазами и сердцами. Да, ведь Господь в одно мгновение производит чудо с душой человеческой, поэтому искать надо Господа, а не тех таинственных старцев. Говорят, когда умирает один из этих аскетов, незримое братство забирает с собой еще одного афонского монаха. Какие они, эти старцы? О них мы поневоле вспомнили, встретившись на склонах Святой Горы с Асхи-Архимандритом Стефаном. Батюшка говорит, что землю себе на огород с гор приносил издалека. Десколько тысяч раз ходил? Вес, 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 далеко, все сами. Ночью, десять раз на ночь. Очень сильный был. Очень сильный. Огород себе весь наносил с гор, там же, где земля, только в лесистых местах. А вы до сих пор не болеете, да? Каких, да? Я не признаю. Не признаю, Господи. Здесь все вашими руками? Все, 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 все. Другие. Никакой, какой-то помолит. Никакой. Не ночью больше работаю. А почему ночью? Чтобы не жарко? Жарко. Днем ночью я работаю хорошо, луна, очень красивая. Русь, все готово. А у вас что, послушника не было никогда, да? Било, но я учился один. Научился один. Не мог. Ага. Когда один мог писать книги, а когда нет, много не мог писать. иверы, как иверские, пишут, как духовно, пишут историю, пишут, как астрономия, звезды, учись. Мы видели, как окруженный целой стаей голубей отец Стефан пишет новую книгу. Она посвящена концу света. Однако, в разговоре на эту тему он предельно лаконичен. Отец Стефан, а правда говорят, что когда вот что-то в мире страшное происходит, то перед иверской иконой лампада раскачивается? Это было, было. Да? Это было. А вы, батюшка, когда приехали из Сербии сюда, в Грецию, когда приехали? 40 лет назад. 40 лет? 40 лет назад. Был, не мальчик, бил, а филендар. Два, шесть, пять лет. И потом здесь. Отец Стефан, а здесь вот на тех монахов, которые живут, какие-то нападения бесов бывают? Как-то не дает. Каждый раз меня нападают бесы. А как это? Ну, не бываешь. Не бываешь. А как это? А как это бывает? Ну, что, слышны шаги, да? Да, и да, случится, все, все. Один раз видел, около 20, 20, 20, пошел вниз, а здесь около меня. У, на меня ты пишешь, едешь, ты печешь, отцы, бревый, уходи себе, уходи себе, уходи себе, уходи себе, а вы когда перекреститесь, да? Мы спрашивали о бесах и о том, как от них защищаться не случайно. Нам рассказывали, что тех, кто подвизается в этом пустынном месте, называемом Корула, подстерегают особое искушение. Довольно страшную ночь провели здесь и мы, но это отдельная история. Надо быть истинным подвижником, чтобы сохранять здесь такую светлую душу, как отец Стефан. Он все время поет, о себе говорит. «Раньше у меня был хороший мужской голос, потом я его лишился, пою детским». ПЕСНЯ Так они есть, они есть. И они не должны быть ведомыми, не должны. Чтобы кто-то знал, где они находятся. Это не должно быть. А вот почему, казалось бы, сейчас для людей такое утешение? Не, не. И все это чудо, оно должно быть сокровенно. Вот это есть. Само вот это таинство, оно действует на весь мир. Благотворно действует, невидимо. А если это будет видимо, это уже будет не таинство. Тут можно много говорить. То есть есть вещи, куда лучше с любопытством с вами просто не... Не нужно туда, не нужно. Нельзя, нельзя туда. Вот как было сказано там Моисею, что сними область ног твоих, потому что это земля святая. Это втрадаться в эту область нельзя. Так просто. Там наследить, напачкать и вообще следом оставить. Надо быть чистым, 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 чтобы это... Тогда Господь сам может туда, в эту область человека завести. Показать. А так просто люди... Ну какое утешение? Ну это так. Нам кажется, что будет утешение какое-то вроде бы такое. А на самом деле это будет, может, какое-то такое просто... Ну какое-то религиозное чувство будет вот такое, но совсем не то, что надо. Нестабильное такое. Потому что этот подвиг такой монашеский, что его ни на одну минуту нельзя прекращать. Сокровение. Как только прекратилось, сразу все, ты уже выходишь с этой области. Ты уже выходишь. Трезвение молитвы, она вообще такая вещь, что... Не может быть. Если вот началась, значит она до конца уже должна быть. А если сейчас начинают общаться там с кем-то, то вот что расскажут, что пересняют. Мы уже из этой области выходим. Это тайна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие вот старцы, как Паисий, Порфирий, они, конечно, открыты миру для утешения. Да. Люди знают, что они есть. А вот есть на фоне тайные старцы, о которых есть предания? Ну, конечно. Конечно, должны быть старцы. Как, говорит, времена пророка Ильи, тоже Илья пророку возговорил своим ухом. Господи, что ж я вот один остался, если Господь ему сказал. Что не один он остался, еще много таких осталось, молиться. Так и сейчас на фоне тоже. Есть такие старцы, которые тайные. Но Господь их пока не явил миру, пока не дать нужны, просто чтобы они тайны. Мы как-то с отцом Паисием, нашим дьяконам, ходили к пещере, где Петр Афонский подвязался. И там жил один старец. Не знаю, сейчас он живет или нет, но умер недавно. И вот где-то лет это было 10 тому назад. Мы подошли к этой пещере, а там эта пещера замуровали. Потому что некоторые хотели ревновать этому Петру Афонскому, ходили в эту пещеру жить там и получали туберкулез. В общем, легкие заслужали, потому что там сырая пещера. Потом пещеру замуровали и там керри сделали, и остался один жил там возле этой пещеры. Хоронил как бы их. И когда мы с отцом Паисием подошли, и он сразу сказал, ты попас, говорит, а ты диакус. На меня и на него. Сразу сказал, кто мы такие. В общем, у него дар уже видения был. И такой старец, такой бородовый аквариус такой. Ну, действительно, смотришь, как древний такой. Древний такой старец. И вот так он уже, видать, дал видение. И знал, что кто священник, а кто диакон. Ну, как можно так просто двух монах увидеть сказать, что священник, а тот диакон. Значит, что-то имел Господь даром. Вот таких может много на Афоне, которые скрывают себя под видом юроса. Некоторые прикидывают сюда немножко больными. А на самом деле они просто не хотят, чтобы их мир пославлял. В Афонской лавре мы навестили слепого старца Ефимия. Удивительно, как похож на отца Николая с острова Залито. Действительно, они как бы из одного рода. Рода монашеского. Старец Паисий говорил в свое время о 50 святых монахах, еще живущих на Святой горе. Одним из них он называл его старца Ефимия. Аскета, прозорливца, наизусть знающего весь годовой цикл богослужения. Единственный подрясник его всегда был туго стянут толстым кожаным ремнем с большой деревяшкой на животе. Его он едва-едва распускал только во время скудной трапезы. И сейчас только вещей у старца. Белая рубаха, нательный крест и четкий, духовный меч монаха. Четки постоянно бегут в руках подвижника. Непрерывно творится молитва. Сам Господь помогает ему, чтобы молитва эта была чистой, заслоняет все впечатления тварного мира. Весь его тренированный ум, который у нас распылен, он предельно сосредоточен на одном, на самом главном – на молитве. Сейчас со стыдом вспоминаю, как упорно пытались мы пробиться сквозь молитвенное состояние старца. Отвечал он стихирами, тропарями. Смысл остался для нас прикровенным, равным молчанию. Одного монаха спросили, почему ныне нет слова назидания? Он ответил, раньше были исполнители слова, и Господь давал слова. А ныне нет творцов слова. Поэтому Господь не дает слова, и старцы молчат. У подножия Святой Горы заросли кактусов. Их головки с семенами, покрытые мириадами мельчайших иголок, съедобны. Вкус немного напоминает хурму. На каруле, которую всегда называли суровой и голодной, кактусы – подспорье в питании аскетов, рацион которых веками состоял из оливок и сухарей. Итак, мы начинаем подъем в гору. В середине дня оказываемся в келье иконописцев. Настоятель здесь – отец Хризастон. Именно им была написана мироточивая монреальская икона. Она висела на этой стене. И именно отсюда, вместе с Иосифом Мунисом Кортесом, икона начала свой путь по миру. Но прежде икона побывала здесь, в Иверском монастыре, где ее приложили к первообразу – Иверской иконе Богородицы. Во времена византийского иконоборчества воин, ворвавшись в благочестивый дом, ударил этот образ копьем. И тут же, к его ужасу, по лицу Богородицы заструилась кровь. Владелец этой иконы, спасая образ от поругания, пустила его с молитвой по волнам. Через несколько веков он приплыл к этому берегу Афона. По преданию, перед концом света и Афон погрузится в пучину страстей. Может быть, для этого и строится шоссе на Святую Гору. Когда же предреченное произойдет, икона таким же чудесным образом, как явилась, покинет Иверон. Это будет одним из предзнаменований Второго пришествия. Сегодня же о шагах Антихриста монахов чудесным образом уведомляет серебряная лампада, что находится здесь же, в Ивероне. В преддверии страшных потрясений она начинает раскачиваться. И тогда монахи молятся о благостоянии мира. Слава Богу, когда мы были в Ивероне, лампада была неподвижной. Что же касается Иверской иконы, то на второй день Светлой Седмицы образ выносят из монастыря и обходят обитель с крестным ходом. Здесь я вспомнил, как однажды видел, как ранним утром монах Иверской обители отпирает тот небольшой храм, где находится икона. Он быстро прошел через полутемное еще помещение и буквально припал к этой иконе, ощупал ее руками. Я почувствовал то облегчение, которое он испытал. Здесь пока еще не ушла. Продолжаем тяжелый подъем. Но не оставляет мысль, какова же роль этих загадочных, незримых молитвенников, о которых нам рассказывали. Говорят, что в последние времена, когда пучина страстей захлестнет Иофон, эти старцы поднимутся на его самую вершину. Там, в маленьком храме преображения Господня, они отслужат литургию. Это будет последняя литургия перед концом света. Ежегодно отсюда, от маленького храма Панагия, монахи из всех афонских обителей поднимаются на вершину для торжественного богослужения. Это происходит на праздник преображения Господня. Отсюда, с вершины, в просветах облаков, виден весь полуостров на всем своем 80-километровом протяжении. Горными тропинками, видимо различимыми, помеченными красными отметинами, для того, чтобы принять переспутимые, с Божьей помощью, с Иисусовой молитвой поднялись на гору Афон, как здесь говорят, Атос. В прежние времена именно на этой горе и стоял, по преданию, кумир Аполлона. И когда нога Пресвятой Богородицы коснулась этой самой земли, которая прежде называлась Аполлониада, этот кумир рассыпался в дребедь. И теперь здесь стоит крест и храм в возражении Господня. Храм Преображения Господня, в котором и произойдет последняя литургия, построен в конце прошлого века. Помолившись в нем, оставляем здесь ладан и иконки, привезенные из России. Есть горы, поднявшись на которые, ты впрямь оказываешься ближе к небу. Они велики не нагромождением камня, как Эверест. В священной географии мира есть три удивительные горы. Это Хариф на Синае, Афон и, конечно же, Фавор. На вершине каждой из них храм Преображения Господня. И вот мы поднимаемся на Афон. Жара. Подниматься по такой жаре очень тяжело. Стараемся идти с Иисусовой молитвой. Здесь, кстати, многие и учатся молиться по четкам. Одному моему сополомнику однажды на Афоне приснился такой сон, будто монахи поднимаются на вершину горы Афон, именно держась за длинной четки, как за канатой, конец которых прикреплен к самой вершине. Вот удивительный образ молитвенного восхождения. Красные метки на камнях не дают сбиться с извилистой тропинки. Соблазну срезать путь лучше не поддаваться. Многократно проверено, что на Афоне это заканчивается плохо. Так и в духовной жизни. Идти надо вслед за теми, кто уже поднялся, за святыми, по дороге, нередко отмеченной красной кровью. След в след, узкая дорога к преображению только одна. Говорят, что Афон находится между землей и небом. Никто из нас так высоко еще не поднимался. Но скоро спускаться вниз, спускаться туда, где молятся монахи за благостояние мира, где неподвижна пока лампада в Эвероне, где во образ движения Вселенной вращается пылающая паникодила и огненный круг Хороса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok